Питер, я тебя люблю. Спасибо большое. За 10 лет ваше отношение к этой песне и вообще к слову Родина, она изменилась? Я люблю свою Родину, Родина! Мне кажется, что сюда только люди, улетевшие мозгами просто приходят. Сюрприз для Константина Кулясова. Мы хотим запечатлеть этот автограф. Я не виновата! Погружать я вас в депрессняк свой собственный не буду. Это музыка для толстых. А там уже нет вот этой вот глубинной русскости. В гримерке я увидел очень похожего на вас ребенка. Не буду им препятствовать, я буду помогать. Рэпчик читать. Смерть глотает блесну, постепенно глотает блесну. Я внутри своей маленькой жизни прожил несколько жизней. Всем привет! Это проект «Попасть в кадр». И сегодня мы идем на концерт группы «Анимация» выгуливать наших девочек. «Анимация» — это российская рок-группа, основанная аж в 2000 году. С нами лидер, основатель и солист группы Константин Кулясов. Костя, здравствуй! Привет! Костя, в этом году у вас вышла песня «Монолог». На мой взгляд, просто потрясающая, если честно, у меня прям мурашки по коже даже шли. Расскажи историю создания этой песни. Погружать я вас в депрессняк свой собственный не буду. Могу сказать, что у этой песни есть родитель, то бишь это не я, это Дима Дубров. У него есть своя корневая версия песни. Насколько я помню, она там состоит, по-моему, из двух куплетов и больших-больших каких-то проигрышей. И она вообще не об этом. Просто я зацепился за несколько его фраз и переработал ее уже под себя. Благо, дело, он мне не препятствовал. Поэтому получились по припевам очень похожие песни, но по содержанию это две полярные разницы. Волосы быстро белеют, а дети растут. Смерть глотает блесну, постепенно глотает блесну. В этой вселенной на всех не хватает любви. Одиноко горят в витиле, возбуждаясь лишь на алкоголь. Там есть такая строчка, все канет в ленту, и кто-то ее обновит. Как раз он и выдумал. Это одна из тех строчек, за которые я зацепился. Я когда-то в одной из песен написал, что вот и я вступил в отцово стремя. Но это нормально. Круговорот. Сансары. Вы сказали, что приехали сюда с дочкой, но в гримерке я увидел очень похожего на вас ребенка. Расскажите про них немножко. Они пойдут по вашим стопам? Это неправильно. Когда я сказал, что я вступил в отцово стремя, я имел в виду, что я взял на себя ответственность за свою семью. Ребенка прежде всего не нужно ограничивать в его каких-то начинаниях. Будь то... Ну, в детстве это всегда творческие начинания, да? Вот, поэтому, если ребенок хорошо рисует или стремится к тому, чтобы рисовать, пусть рисует. Поет, пусть поет. Да, спортом хочет заниматься, да? Вот у меня младший, ему два года, он от рулей и машин не отходит. И я не препятствую этому вопросу, потому что... Ну, значит, вот у него изначально это внутри его сидит, да? Конечно, вот поэтому мы ходим с рулем. Они сделают свой выбор, а я не буду им препятствовать, я буду помогать. Папа! У кого концерт сегодня? Я не виновата. У кого сегодня концерт? У тебя или у меня? Я не виновата, что меня поставили на главную, на мерч. Я не виновата. Какой переломный момент в твоей жизни был, когда вот какое-то судьбоносное решение было принято? Ой, их очень много на самом-то деле. Я все порываюсь написать эту автобиографическую книгу, которая, опять же, не будет чистой автобиографии. Я все-таки склонен к сатирии и юмору. Много-много-много собрано в моей голове смешных, веселых, забавных и одномоментно грустных, заставляющих задуматься над этой жизнью моментов. И несколько глав я уже в интернет выкидывал. Я так примерно прикинул, мне, чтобы ее закончить, вот в том виде, в котором я ее себе представляю, мне надо года два. Просто не хватает времени. А переломных моментов было много. Я внутри своей маленькой жизни прожил несколько жизней. Вашей самой популярной песне «Родина» исполнилось 10 лет. Чуть-чуть расскажите, что вас вдохновило на эту песню и почему, на ваш взгляд, она так отразилась в сердцах людей? Потому что быт определяет сознание. Ну, собственно говоря, я жил в одном из периферийнейших городов. Там полностью в постсоветское время разрушена инфраструктура. Очень плохо у людей с работой. Там нет железных дорог, нет, соответственно, аэропортов. И все это удалено. И хорошо, что хоть мост построили. И, наверное, вот это вот все, оно, я же там 21 год прожил, оно и сподвигло к написанию не только песни «Родина», но и вообще целого пласта песнь того периода. Почему я, опять же, в прошедшем времени об этом говорю? Потому что вот я прям чувствую, я сейчас новый альбом записываю, а там уже нет вот этой вот глубинной русскости. То есть она, понятно, что она во мне сидит, но я вот сейчас, живя в столице, проживаю уже совершенно другую жизнь с другими эмоциями. И, соответственно, переношу их на записи уже в каком-то совершенно другом виде. И, опять же, люди меняются, это нормально. Я вряд ли смогу ответить, что меня вот прям со стопроцентной точностью, что меня сподвигло в 30 лет это написать. Потому что я себя того уже не знаю. Мы знаем, что у тебя будет скоро первый акустический альбом выйдет. Расскажи, где, когда будет презентация и что нам ожидать? Ну, во-первых, здесь в «Космонавте» точно будет 8 января. И это не акустика, ребята. То есть это только называется акустикой на самом-то деле. Там просто такое необычное звучание. Там во всем альбоме записан контрабас, а он уже является определяющим инструментом для стилистики этого альбома. Ну, мы впервые в жизни такое делаем. Для меня это ощущение нашего советского прошлого, условные 70-е, где Михалков по метро идет. Вот такая какая-то картинка складывается, таким вот, как я, сделанным в СССР. Да, это прям зайдет. Это музыка для толстых. Ну, то есть те, кто уже на танцполе не стоят. Ну, очень прикольно. Мне очень нравится. А какие-то хиты группы «Анимация» войдут? Мы перерабатываем там 5 песен, которые уже есть в интернете, есть на альбомах. Ну, не все из них есть на альбомах, скажем так. Но 5 песен уже люди слышали из 12 треков. То есть не так много будет нового. Но при этом это такие версии, которые нельзя было себе представить в электричестве, в классическом. Так, началось. Да-да-да-да-да. Ну, давай. Давай. Вот только не заходя на фото. Да, я так и сделаю. Я прям аккуратно. А сейчас наша команда приготовила сюрприз для Константина Кулясова. И мы хотим запечатлеть этот автограф. Едем к нашим друзьям тату-салон «Барака». Мы приготовили вам сюрприз. Татуировщика? Мы запечатлили ваш автограф. Теперь он будет вечно с нами. Так, ну что, прикольно. Спасибо. Мы когда анонсировали, что будет съемка с группой анимации, да, у меня половина знакомых знала эту группу, половину знакомых не знала. Но когда я включал песню «Родина», все, вот просто все, ее слышали все. Я вижу, какое количество людей, даже спустя 10 лет, употребляет эту песню в своем обиходе. Это не сотни тысяч, это миллионы. Нет, это миллионы, это 100%. Я понимаю, я понимаю. Но эта песня совершенно не отражает того, что мы делаем на сцене, и не погружает человека целиком и полностью в наше творчество. Те, кто от одной песни дошел, вот, они как раз попадают в нашу добрейшую секту. За 10 лет ваше отношение к этой песне и вообще к слову «Родина» она изменилась? К слову «Родина» вообще не изменилась никаким образом. Я все так же стойк в этом вопросе. И надеюсь, это со мной до конца моих дней. А что касаемо изменилась ли, да, вообще на самом деле очень много меняется в контекстах. Но она все так же патриотична, она все так же сильна. Я горжусь своей страной. На самом-то деле. Можно зайти, подписаться или просто посмотреть, вот так вот стену мою полистать, и можно увидеть, что у меня в голове вот сейчас. Вообще, это как книга, ее можно прочитать. Ваш совет начинающим музыкантам. Как в самое короткое время стать популярным? Понятия не имею, потому что, ну, прежде всего, это должен быть фундамент, созданный в виде песенного материала. Но я знаю примеры, где этого фундамента просто нет, где люди не умеют играть, не умеют петь, не умеют писать. Да, и при этом они популярны. Так что, вот в современном мире надо хорошего СММщика, наверное, да, и бабки. И тогда все случится, ребята. Костя, скажи, пожалуйста, а какое, как ты считаешь, продолжение будет у русского рока? Понятия не имею. Вообще будет продолжение, нет? Ну, то есть, как бы, это же индивидуальные особенности каждого. Вот я вот так услышал музыку в своей жизни, да, и я вот так ее транслирую. Ну, вот, а что там, как бы, за мной дальше, ну, есть же какие-то молодые люди, которые берутся за гитары. Это же вообще надо быть дебилом, чтобы в современном мире взяться за гитару. Ну, правда, это надо быть дебилом, потому что это дорого. Ну, то есть, когда, я понимаю всех, кто начинал в 2000-х рэпчик читать, потому что это в производственном цикле, если это можно так назвать, это намного дешевле. Изначально биток, мозги и голос, да? Вот, битбоксеров, я понимаю, очень хорошо, да, потому что это только твой речевой аппарат. А когда ты берешься за гитару, да, ты должен осознавать, что ты сразу вот со всем вот этим вот оборудованием, да, будешь связан. И это огромное количество затрат, а еще это надо записывать, а еще это надо содержать. Мне кажется, что сюда только люди, улетевшие мозгами просто приходят, доходят вот до этого момента. А вот себя ты кому больше относишь? Ты музыкант, ты певец, ты философ? Я человек. Ну, прежде всего, цель в моей жизни — сохранить свою человечность. Вот, а все остальное, там, музыкант, философ, это не ко мне, это должны вот окружающие, там. Есть целый пласт критиков для этого. Вот нехай они и этим занимаются. Штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде, но я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить в вино. Я хотел бы грузинское Ицкино и на солнечном пляже валяться, но я не потянул на зарплате, но... Три билета до вьюжною в дорогу. Жаклин, ну вот спустя такое долгое время, после пандемии, я так понимаю, сегодня такой полноценный концерт, где люди танцевали, были не только сидячие места. Вы счастливы, что вы, можно сказать, откатились назад, но получили то, к чему привыкли? Конечно, вообще концерт, публика восхитительна, концерт прекрасен. И вообще все концерты, анимации душевные, но в Питере душевность, она просто зашкаливает, поэтому море эмоций. Костя очень любит своего зрителя, и все ребята, они вкладываются на 100%. Зрители это чувствуют, вот эту искренность, они отвечают вот такой взаимностью. У нас в планах сейчас около 30-35 концертов. Ну, то есть вы, наконец-то, полноценной такой вот жизнью живете, можете выступать, взаимодействовать с публикой. Как я понимаю, в обозримом будущем все уже по привычной схеме. Мы старались не терять, так скажем, связь с публикой, все время были где-то, в каких-то городах мы играли. Мы всех вас ждем 8 января, также в клубе «Космонавт». Приходите. Обязательно. Вам спасибо, что вы приехали и были с нами, работали такой слаженной командой. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и слушайте русский рок. Крутой концерт. Питер. Просто мой любимый город. Я давно влюбился в него. Это просто вау. Ну, концерт, конечно, бомбический. Я чуть не умер на сцене. Питер. Питер. Куда? Туда, сюда, сюда. Питер. Я тебя люблю. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok